добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о благословении божьем псалом 23 4 5 стих тот у которого руки невинны сердце чисто кто не клялся душою свое напрасно не божился ложно тот получит благословение от господа и милость от бога спасителя своего еще один очень важный аспект благословения от господа это верность тот кто не божился ложно тот кто не клялся напрасно сегодня мир он настолько стала морфным настолько ситуативным что каждое наше решение оно зависит от той или иной ситуации я очень часто сталкиваюсь с тем что люди дающие тебе обещания дающие тебе какие-то там зароки они в обязательном порядке нарушит у меня уже есть некая установка что если кто-то что-то пообещал то скорее всего это были просто слова почему потому что намерению этого человека добрые он действительно хочет что-то сделать для тебя хорошее но обязательно вмешаются обстоятельства или дьявол помешает этот человек не сделает того что пообещал если раньше люди пытались держать свое слово даже ценой своей жизни потому что понимали что их жительство на небесах и очень важно прийти к богу с правильным сердцем то сегодня это уже далеко не так и друзья это касается не только нас это касается взаимоотношений с богом я знаю очень многих ребят которые давали богу потрясающее обещание обещали служить в чистой совести и знаете когда мы с вами крестились когда мы входили в воды завета мы говорили господь это заветно вечно мы будем служить тебе в чистой совести в этот момент когда мы произносили эти слова над нами было совершенно чистое небо не было даже тучки на горизонте все было хорошо потрясающе добыл праздник все хлопали молились поздравляли благословляли но проходил день два три год два десять пятьдесят и в твоей жизни накапливались какие-то противоречия какие-то нерешенные проблемы трудности трагедии и вот то обещание которое давал богу остаться ему верным невзирая ни на что быть чистым быть откровенным искренним она начинает потихонечку терять вот эту остроту и яркость и думаешь а почему я должен это делать ведь бог он посмотрите он не сохранил меня от этой проблемы не дал мне то не сделал это и ты как бы начинаешь смотреть на негативную сторону взаимоотношений при этом я прекрасно понимаю что в любых отношениях есть и негативные и позитивные стороны но когда мы с тобой говорим о боге там не существует априори негативной стороны есть что-то что бог не дал но для этого есть объяснение которое в любом случае приведет к позитиву в отношении с людьми возможно все но когда мы говорим об отношениях с богом здесь очень важно понимать что у него нет негатива в отношении но даже если мы говорим о нашей верности данному слову какому-то из людей его неверность никоим образом не может быть оправданием для моей последующей неверности это называется лукавство найти одно из самых наверное таких очевидных что ли признаков лукавого человека это когда он приходит и говорит я это сделал потому что вот он меня довел одна сестра которая очень сильно согрешила и когда ее начали привлекать к ответственности и она показала на меня пальцем и сказала я не могу быть виноваты потому что то он меня довел до такого состояния у меня даже мозг отключился даже если учесть то что я и сном не духом не думал доводите до какого-то состояния но даже если допустить что и кто-то намеренно доводил все равно ответственность на нас на меня очень часто давили на меня очень часто пытались оказывать такое воздействие чтобы я сделал те вещи которые хотелось тем иным людям но на сегодняшний день я вам скажу так что большая часть людей которые пытались склонить меня к нарушению данного богу обещания их либо нет служение скорее всего уже нет в стране они где-то там ездят и пытаются рассказывать обо мне дурные истории но я продолжаю служить и надеюсь что я буду это делать до тех пор пока я могу дышать поэтому когда вы что-то обещаете богу не играет роли насколько трудно будет выполнить это обещание нам нужно сделать это это говорит о том что когда вы станете перед выбором где вам нужно будет кому-то что-то пообещать или сказать что-то господу подумайте я не уверен в том что бог обидится на вас если вы скажете извини господи я не готов я хочу мне есть планы я хотел бы чтобы это пришло в мою жизнь но я не готов держать слова до конца вернее может быть я даже не уверен что у меня это получится и вот эта честность искренность она приводит к большим благословением нежели наше пустословие бои с искренними бог поступает искренне поэтому когда мы с вами говорим о том чтобы благословение пришло в нашу жизнь нам нужно задуматься над тем насколько мы верны тем словам которые мы говорили насколько мы верны тем обетом которые мы давали богу насколько мы реально верные его последователи верные его дети и верные его слуги мы вернемся на конечном шпакале ну мы мы Продолжение следует...